Всем привет! С вами я, обзор и теория Майнкрафта. И в этом видео я начну рассказывать про книгу по Майнкрафту под названием «Все секреты Майнкрафта. Красный камень» от Меган Миллер. И мы начинаем. Поехали! Эту книгу и еще одну по Майнкрафту прислали мне два подписчика – «Антивещество» и «Кайло Ринд». Хотел бы сказать вам спасибо за ваш подарок. А теперь перейдем к книге. Обложка книги глянцево-матовая, довольно красивая. Сразу следует подметить то, что это неофициальное руководство, то есть моджанги к этой книге руку не прикладывали. Книга состоит из введения, предметного указателя и десяти глав. А теперь перейдем к содержанию книги. Давайте перейдем к введению, в котором говорится о красном камне. Красный камень или редстоун – один из самых интересных и сложных элементов игры Майнкрафт. С его помощью можно изобрести и новое работоспособное устройство – три четвертых от автоматической двери до летательного аппарата или калькулятора. Наиболее популярные приспособления – это автоматизированные фермы, фермы мобов, автоматические двери, автоматизированное освещение и пункты сортировки и хранения. Красную пыль можно получить в добыче красной руды на 16 уровне и ниже. Из каждого блока красной руды выпадают 4-5 единиц красной пыли, и даже больше, если вы его используете чарами удачи. Устройство, использующее красный камень, состоит из трех основных элементов – приспособление энергии связующего звена, которое передает энергию на устройство. Устройства из красного камня начинают работать, когда получают питание. Увеличить расстояние, на котором действует энергия, можно прокладывая провода из красной пыли. Здесь источником питания является кнопка, которая при нажатии передает энергетический импульс. Пока он есть, люк открыт. Когда импульс прекращается, люк закрывается. Если источник питания рядом, то красные провода использовать не нужно. А если требуется, чтобы источник питания располагался в отдалении от люка, подключать его следует с помощью красных проводов. Красные провода и устройства, например, факелы, повторители и компараторы, могут быть смыты водой, и это выведет и строя всю систему. Поэтому, завершив создание устройства, убедитесь, что защитили его от воды. Иногда для установки какого-то блока в определенном месте потребуется сначала разместить там временный блок, на котором будет расположен нужный. Чтобы помнить, что этот блок временный, и его необходимо удалить, лучше использовать какой-то специфический материал, например, красную шерсть. Иногда для размещения объектов поверх других блоков нужно будет щелкнуть правой кнопкой мыши. Примеры устройств для этой книги создавались в версии Minecraft 1.8.1 для компьютеров под управлением операционной системой Windows. Я же буду играть на версии 1.16.5 Windows. Что ж, на этом первое видео по этой книге закончилось. В будущем будет новое видео по ней. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами, как всегда, был я, обзор и теории Майнкрафта. Всем удачи, всем пока!